Сейчас кадры из Басманова суда Москвы. Там решили не арестовывать главного подозреваемого по делу о гибели пожилой женщины, которую в центре Москвы растерзали собаки. Установлено, что это была вдова известного советского диктора и киноактера Кирилла Ватца. Все случилось на улице Казакова. Сотрудник охранного агентства выгуливал служебных собак. Сняв их с поводков, он отлучился, а когда вернулся, увидел бездыханное тело 80-летней пенсионерки. Об этом сам охранник после задержания рассказал в полиции. Свою вину он признал. Следователи сейчас ищут ответ на вопрос, сколько точно времени отсутствовал мужчина. По некоторым данным, если бы женщине вовремя оказали помощь, ее можно было спасти. Сейчас возвращаемся к расследованию гибели пожилой женщины, вдовы известного советского диктора и киноактера Кирилла Ватца, которую в центре Москвы растерзали сторожевые собаки. Наш корреспондент Вера Морозова побывала на месте трагедии. Поговорила с юристами, кинологами и сотрудниками ЧОПа, того самого охранника, которого выпустил овчарок и оставил их без внимания. Вот что ей удалось узнать. Он пытается прятать свое лицо откамерно. Вопросы журналистов не отвечает. Еще вчера обычный охранник при Министерстве спорта, сегодня подозреваемый в деле о гибели столичной пенсионерки. О возбуждении перед судом охраны, об избрании мероприятия и заключении по стражу в отношении Самарцева Александра Сергеевича. Именно Александр Самарцев, по версии следствия, выпустил погулять во дворе сторожевых овчарок, а сам отлучился. Так получилось, что в это же время там же прогуливалась и 80-летняя женщина. Ее нашли буквально растерзанной. Установлено, что сотрудники охранной организации использовали четырех собак для охраны указанной территории. Задержан сотрудник ЧОПа, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера. В настоящее время с ним работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего. Погибшей оказалась вдова известного советского диктора Кирилла Ватца, Валерия. Она жила неподалеку. Милая, интеллигентная женщина, как рассказывают соседи, она очень любила прогуливаться на свежем воздухе. Она активный образ жизни вела. Ну да, она любила экскурсии, в кино сходить посмотреть. Ну такая, она театрная, такая женщина очень. Вход во двор Министерства спорта теперь не приступен. Его охраняют три человека. Чужих пускать не велено. Даже в спортивный магазин или фитнес-клуб. Ну вот вы меня сейчас можете туда пустить? Куда уйдете? Ну вот на территорию. Куда на территорию? Ну вот здесь вот, я хочу прогуляться. Нет, здесь не прогулочная зона. Территория огорожена со всех сторон. Ни одной лазейки мы проверили. Пройти сюда можно только через этот шлагбаум и то предъявив пропуск охране. Это не первый случай, когда собаки, обученные охранять, нападают на обычных прохожих. В Ростовской области немецкие овчарки насмерть загрызли семилетнего мальчика. Подобное ЧП произошло и в Воронеже. Служебная собака искусала нескольких человек, в том числе пятилетнюю девочку. Кинологи говорят, как с цепи сорваться может даже самая дисциплинированная собака. У собаки заложено, это охрана территории, то есть это врожденный рефлекс. Но с любым врожденным рефлексом можно справиться. Конечно, в идеале собака ни в коем случае не должна проявлять агрессию без команды. Но если мы говорим о том, что это собаки специального назначения, что это специальное средство, то здесь уже возможны оговорки. Какова судьба четырех сторожевых овчарок в Москве, пока непонятно. Видно, что с ними занимались. На тренировочной площадке, которая находится прямо во дворе при Министерстве спорта, до сих пор видны следы лап. Но вольеры пустуют, а охранники, кажется, уже с радостью и готовы забыть об их обитателях. Какое время собак вы пускаете? Вы можете нам сказать, пожалуйста? Я не знаю никак, при каких собаках. У вас здесь на территории есть собаки? Я не видел. То есть территорию собаки не охраняют? А вчера охраняли вроде как территорию собаки? Я не знаю, мы только что-нибудь заступили. А что случилось с собаками? Не знаю даже. Также неизвестно, как местная охрана выгуливала овчарок. Ведь перед законом все собаки равны. На улице должны находиться в наморднике и на поводке. Каких-то определенных правил для охранных и сторожевых собак не существует. Есть общие правила для всех кошек и собак. И выгул не должен представлять опасности окружающим. Охранника Самарцева, который и выгуливал овчарок, на время расследования в изолятор сажать не стали. Отпустили домой все подробности. Предстоит выяснить следствию, которое возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вера Морозова, Марьяна Соболева, Артем Тихонов, Марина Светлая, Павел Байдалов и Виктор Головин. Первый канал.